Музыка Это Красноярск, это первый этап Кубка России и второй четвертьфинал у женщин. Естественно, это первая гонка, спринт классическим стилем. Ольга Царева, на ваших экранах, номер четвертый. Ирина Коваленко, номер седьмой. Евгения Ощепкова. Женя Ощепкова проявила себя и проявляла себя очень давно, еще на юниорском уровне. Лариса Рясина, номер двадцать четвертый. Финал под номером два, уважаемые друзья. Смотрим. На старт! Итак, все готово. Внимание! И поехали! Достаточно спокойное начало. И обратите внимание снова, действительно, пока скольжения не самые лучшие. Ух ты, здорово. Здорово, как включаются сразу с первых метров. Ощепкова. Номер четырнадцатый. Ощепкова, я уже говорил, да, что еще на юниорском уровне здорово себя чувствовала. И выигрывала и спринт. Универсалом была хорошим. Но вот переход, что называется, из юниоров на взрослый уровень пока затянулся. Евгений, хотя талантливая еще спортсменка. И при хорошем состоянии, в хорошей форме готова показывать очень серьезные результаты. Да, действительно, решает сегодня очень много скольжения, уважаемые друзья. Это, кстати, было и в вершине Тея на первом этапе Кубка Восточной Европы. Андрей Парфенов, который второй результат показал в квалификации. Я надеюсь, это хронометраж, который сейчас вижу на официальном сайте Международной Федерации Лыжных Видов Спорта. Он правильный. И там Парфенов стоит на второй позиции. Так вот, он говорил, что попасть в мазь было очень непросто. И по той простой причине, что действительно очень много решалось на спуск. Вот сейчас, кстати, тоже девушки все-таки больше стараются работать вне лыжни. А значит, неприятный глянец, который цепляется за мазь и который не позволяет разогнаться. Но и скорости тоже не самые высокие. Нашли переменными ходами. А Щепкова, обратите внимание, до последнего на одних руках. Очень мощный плечевой пояс, конечно, у Евгении. И готова она неплохо. И, кстати, тоже достаточно серьезно смотрелась на этапе Кубка Восточной Европы. Что касается генеральной классификации, я напомню, что лидер общего зачета Кубка Европы имеет возможность отобраться и получить личную квоту на январские этапы Кубка Мира. Пока там Ольга Царева лидирует. Анастасия Казакул. Проходит пока с лучшим результатом первую отсечку. Чуть растянулись, но пока все равно топ-5 здесь есть. Небольшой бугорок. Дальше спуск. Посидеть можно отдохнуть. Несколько поворотов. Финишная прямая. То есть, по сути, первый кусок самый тяжелый. И если нет хорошего финиша, как у Никиты Крюкова, как у Андрея Парфенова того же. В общем, по сути, вот эта первая часть, если брать там мужскую часть наших соревнований, она под Александра Панжинского. Панжинский переменщик очень хороший. Переменный ход у него великолепный. Один из лучших. Если брать спринтеров, то, безусловно, он здесь должен включаться. Конечно, работал лишь, да. Длинный затяжной спуск. Не самый он крутой, да. И опять же, когда градиент не самый серьезный, как раз-таки скольжение очень и очень многое решает. И обратите внимание, исключительно только за один спуск привезла порядка трех корпусов своим соперницам Евгения Ощепкова. Имеет возможность раскатить, немножко посидеть здесь. Поворот и выход сейчас будет на финишную прямую. И, судя по всему, Анастасия Казакул должна быть тоже здесь на второй позиции. И проходить дальше, если верить графике. Ну и, конечно, Ощепкова спокойно, достойно. Да, тоже без лыжни. Лыжня сегодня абсолютно никому не нужна. Итак, что у нас за результаты смотрим? Достаточно неплохой. С точки зрения хода порядка трех сорока двух, наверное. Вот такой вариант у нас сегодня. Ну что ж, результат этого четвертьфинала на ваших экранах, дорогие друзья. А мы напомним вам, что среди... Итак, продолжаем. Третий четвертьфинал. Его состав только что был на ваших экранах. Сейчас дополнительно представим. Команды не было! Слышите, да? Судьи все четко контролируют. Команды на старт не было. Только сейчас. Ну и посмотрим. Представитель из Хаттамансийского автономного округа. Здесь есть, естественно, и девушки, которые в составе национальной команды готовились. Предсезонную подготовку проходили. Ну и очень неплохо. Очень неплохо, как всегда, стартовую поляну начинают. Отработали одновременными ходами. Да, конечно, судя по первым двум четвертьфиналам, сегодня очень и очень многое будет зависеть от скольжения. Какой бы феноменальной формой не обладал лыжник, не обладал спортсмен, если скольжение, если лыжи не работают, шансов нет никаких. Причем это касается... И, кстати, в этом отношении, с учетом, в общем-то, и самого крутого подъема, да, одного единственного, такой перемычки, и самого серьезного градиента, то есть я так подозреваю, что, скорее всего, если скольжение, опять же, будет хорошее, сервисмены поработают, ребята должны использовать одновременные хода и дабл-пули. Потому что, если удастся зацепиться на этом небольшом подъеме, который на середине дистанции до этого небольшого круга, то дальше скольжение будет решать очень и очень многое. Вот здесь вот тоже динамика, здесь, опять же, тактика. Какую изберут тактику мужчины, прежде всего, девушки редко решаются на дабл-пуле. Очень редко, потому что это и затратная история, это и возможность поработать, но и, опять же, закислиться раньше времени. Потому что, я напомню, дистанция очень длинная, помимо квалификации, четвертьфиналы, еще полуфиналы и, соответственно, финал. Главный забег дня. Это то, что касается результатов. И смотрим дальше, на середине. Вот, собственно, этот подъем, он затяжной, да, не самый крутой, я уже говорил об этом. И пока, пока все вместе. Один из самых крепких четвертьфиналов у женщин на данный момент. Пока текущая история. Жду помощи от наших замечательных коллег, что касается хронометража Николая Цапилова, Владимира Озерова. Блестящие ребята, которые традиционно работают на соревнованиях, если они проводятся на территории России. Неважно, международные, либо внутрироссийские. С хронометражом полный порядок всегда у них был. Вот сейчас ребята пытаются наладить свой, опять же, свой кусок, свою часть хронометража, который абсолютно к трансляции не относится. Я им очень благодарен. Если в итоге появится, обязательно буду вам сообщать, уважаемые друзья, что касается правильных результатов с точки зрения времени и хронометража. Пока на данный момент то, что происходит здесь, сложно понять. Но, друзья, мы будем следить. То, что касается пока, на текущий момент, обратите внимание снова, что происходит. И спуск, опять же, какой катастрофический. Здесь, конечно, запас себе создает только лишь за эти несколько десятков метров. Лидер текущего четвертьфинала. Это просто невероятно. Просто невероятно. Фантастика. И снова между двумя лыжнями занимают позицию все абсолютно девушки. Да, сегодня очень и очень многое зависит от скольжения. И если попадаешь в мазь, то действительно можно, что называется, еще и чашечку чая успеть выпить. Очень здорово, очень спокойно, экономно. Лидер текущей гонки, текущего четвертьфинала проходит свой забег. Пытаются, пытаются перекладываться туда-сюда, выбирая из-под друга. И здесь только борьба за вторую позицию, за вторую путевку прямую. Пытаются раскатить, но пока результаты смотрим. Ну, кстати, гораздо слабее, нежели четвертьфинал предыдущей в исполнении Евгении Ощепковой. Порядка, наверное, даже пяти секунд, может быть, чуть больше проиграли. Позицию увидим скоро на экране. Там было достаточно плотно, достаточно высокая плотность результатов. Следующий четвертьфинал под номером четыре. Ольга Сергеева, Анастасия Власова, Анна Медведева. И далее, друзья, смотрим, что у нас будет дальше. Это предпоследний четвертьфинал у девушек. Дальше еще один забег, и уже на старт выйдут мужчины. Итак, смотрим. Все готово к началу. Пока, судя по тому, что показали по хронометражу и по дистанции, пока четвертьфинал Евгения Ощепковой самый быстрый, на мой взгляд. Посмотрим, что будет здесь. Поехали. Четвертьфинал под номером четыре. Спокойно отработали стартовую поляну. Переменными ходами начинают очень многие. Ну а дальше уже на одновременные хода. Отработали, дальше можно уже разбираться. Большой подъем. Здесь тоже продолжают на одних руках. Очень спокойно, очень хорошее, мощное расталкивание. И пока на переменные никто не переходит. Накануне на этапе Кубка мира в Лилихамере. Я напоминаю, что там у нас мини-тур проходит трехдневный. В первый день спринт. С свободным стилем. Там, конечно, тяжелее было нашим ребятам. Лучший результат у ребят показал Глеб Притивов. До финала, к сожалению, ни у девушек, ни у мужчин никто не добрался. Для Притивов в восьмой. Юлия Белорукова тоже накануне. Конек, конечно, не самая сильная ее дисциплина. Не самая сильная ее часть. Тем более, что касается спринтерского пуска. Хотя в лучшей своей форме Юля, безусловно, способна выдать хороший отрезок, хорошую скорость в коньке. Но, тем не менее, самое главное, самое главное по итогам первого дня Кубка мира в Лилихамере, второго этапа, это то, что желтые майки остались у россияну Белоруковой и Большуновой. Это самое важное. Молодцы ребята, но что касается, если Юлия Белоруковой там, ее преимущество достаточно солидное. И даже после сегодняшней разделки свободным стилем, теоретически Юля может оставить за собой желтую майку, то вот Большунову Александру придется побороться. Придется поработать очень прилично, потому что там наступает на пятки Эмми Ливерсон. Ливерсон у себя дома бежит, у него там и мама, его поддерживает, и брат, отец, все смотрят на него. Поэтому он готов, причем феноменально, это было, кстати, видно еще и вкус само на первом этапе. Поэтому он на расстоянии порядка 35 очков 40, отыграть вполне реально. Но Большунов тоже хорош, универсал великолепный, поэтому все должно закончиться для него великолепно. Тем более, опять же, друзья, я напоминаю, что финальный день, воскресенье, завтра гонка преследования, по итогам двух дней, это мини-тур. А за победу дают 200 очков сразу в Кубок Мира. Это очень серьезный результат, а классика у Большунова всегда была просто великолепна. Поэтому будем следить, насколько результаты сегодня будут лучше, нежели день предыдущий, так или иначе. Там, кстати, да, и выступают Максим Баликжанин и те ребята, которые, конечно, помучились. Помучились в сезон предыдущий с известными событиями, все прекрасно знаете, они, уважаемые друзья. И Максим Баликжанин герой. И Леша Петухов, который тоже вкусно ему выступал в спринте, не самым любимым для себя классическим. Тем не менее, молодец, квалификацию пройти не сумел, но ту пытку в тех тисках, в которых они были, как их сдавливали, буквально вот, что называется, тиски к черепу, приложили и закручивали, закручивали. Но ребята все равно не сломались. Ни Баликжанин, ни Белов, ни Петухов продолжают выступать. Честь им и хвала. Ну, а что касается нашему четвертьфинала Кубок России. Женщины. Забег под номером четыре, плей-офф продолжается. И здесь достаточно тоже медленный, абсолютно не такой яркий, не такой мощный, как это было у Ощепковой. Но лидер этого забега тоже может себе позволить немножко выдохнуть, немножко расслабиться. Второй результат. Тоже достаточно спокойный. Была возможность посидеть, отдохнуть и не выкладываться на полную катушку. Потому что впереди еще полуфинал. И если повезет, еще и финал. Разложиться очень важно. Ну и понятно, что четвертый четвертьфинал меньше времени на отдых. Попадание в полуфинал гарантированно. Но для того, чтобы перевести дух, времени не так много. Но и Анастасия Власова, судя по всему, Рябова, Рогозина, Калугер, Шимолина, Москаленко и Шиманович. Это состав следующего заключительного четвертьфинала у женщины. Анастасия Москаленко, призер универсиады. Ну и, кстати, тоже очень здорово выступала на первом этапе в Восточной Европе. Пятый результат в финале она в классике показала. Тоже достаточно неплохо. Ну а до финала в коньке там же вершине Чуэ добраться Москаленко не смогла. Но опытный, хороший, крепкий, что называется, спринтер, готовый показать очень серьезный результат. И, кстати, на универсиаде, а как раз-таки в Алматы, спринт поднималась на подиум. Поэтому, в общем-то, сюда должна приезжать. И не случайно здесь тестируют эти соревнования эту трассу. Анастасия Москаленко тоже хорошую базу в межсезонье заложила. И пересекалась регулярно с национальной командой. Талантливая и достаточно уже опытная спортсмена. Переменный ход. Чуть-чуть, буквально, да, несколько шагов. И дальше снова одновременными ходами. Скольжение не самое лучшее. Минус 17 градусов, конечно, тоже. Погодные условия достаточно тяжелые. Достаточно тяжелые. И победительница предыдущего четвертьфинала. Если мне не показалось, кончик носа белый – это признак обморожения. Как человек, который неоднократно обмораживал себе и уши, и нос. Знаю, что это такое. Поэтому нужно отогреть, успеть. Я думаю, что тренеры подскажут. Потому что в дальнейшем проблемы будут какого характера. Просто очень быстро будет замерзать та часть, которая была обморожена накануне. Хотя, с другой стороны, с учетом того, сколько различных городов, сколько различных климатов, если хотите, меняют лыжники на протяжении сезона. Это касается и Кубка мира, и континентального кубка, внутрироссийских стартов. Страна большая, действительно, климат разный. Поэтому здесь, в общем-то, лыжников и лыжников с ничем подобным не удивишь. Переменными ходами пошли. Такой небольшой, как ветер задувает. И тоже такой вот небольшой, своеобразный легкоатлетический бег. Пытаются колодку задавить полностью, потому что в лыжне, да даже и без лыжни, ставка тоже здесь все равно делается на скольжении. С учетом того, что и в лыжню не переходят, и пытаются все равно, такими легкими прыжочками, выдавливая абсолютно полностью мазь спортсменки. Это говорит о том, что действительно колодка не самая большая. И чуть-чуть меньше, чем она, может быть, должна быть на данный момент. Опять же, с учетом опыта предыдущих забегов, тренеры наверняка из матчащики делают определенные поправки. И смотрите, да, несмотря на то, что в предыдущих четвертьфиналах ничего похожего не было, и в основном лидеры отрывались на спусках. Сейчас удается лидеру текущего четвертьфинала это сделать по... На первом подъеме. На первом подъеме и очень длинном, и на спуске можно отрываться. Может быть, сейчас есть возможность подобраться у остальных. С коленкой чуть отстает, пока в топ-4. Есть болельщики на трассе, это приятно. И преимущество, которое было создано на подъеме, оно, конечно, колоссальное. И чуть-чуть подкатили, вроде бы, за спуск, но, тем не менее, подобраться плотно не удается. Здесь, конечно, отрывы просто колоссальные. Просвет огромный. Для четвертьфинала очень большой. У мужчин ничего подобного быть не должно. Абсолютно точно. Там конкуренция будет посерьезнее. И пошли разбираться. Есть еще возможность побороться за прямую путевку. Вторую прямую путевку. Но здесь полный порядок. Восьмой номер не отдаем. Пытаются перекладываться из лыжни в лыжню. Из колеи в колею. Потому что, еще раз, писали, что лыжню не использует никто. Не нравится. Не нравится скольжение там. В лыжне. Ну что ж, ждем с нетерпением результатов лаки лузеров. И в ближайшее время сможем вам объявить, соответственно, те... Первый четвертьфинал пока у мужчин. Обязательно представлю. Те, кто прошел у девушек в следующую стадию напрямую. Это Кристина Мацокина, Ольга Вакуева. Из первого четвертьфинала дальше. Евгений Ощепков, Ольга Царева. Ирина Северина, Анна Поваляева. Ольга Сергеева, Анастасия Власова. Анастасия Рябова, Дарья Рогозина. Ну и, соответственно, лаки лузеры. Чуть позже о них вам обязательно скажу. Двигаемся дальше. Еще раз огромное спасибо Николаю Цапинову. Друзья, вы просто спасаете. Это приятно. Итак, первый четвертьфинал Александр Фанжинский, выигравший квалификацию. Дальше Сергей Канев, номер десятый. Андрей Власов, номер одиннадцатый. Артем Николаев, номер двадцатый. Алмаз Таипов, двадцать первый. Александр Бессмертных, номер тридцатый. Александр Бессмертных, призер Олимпийских игр. Это для Саши, конечно, классик и любимое дело. Это один из лучших представителей с точки зрения технической, классического стиля в нашей стране. Но то, что в спринте добирается до плей-офф, это, в общем-то, для него, безусловно, хороший результат. Потому что традиционно пробиться в топ-30 очень и очень тяжело. Дистанционщик великолепный, раздельщик просто превосходный. Я думаю, что следующий результат, следующий соревновательный день должен быть под него. Тем более, что это будет разделка, да. Но, опять же, несмотря на то, что конек, все равно без, как его называют в лыжной сборной, должен проявить себя просто здорово. Потому что в разделке на первом этапе Кубка Восточной Европы отпраздновал победу именно он. В коньковой разделке. Хотя кто-то его называет чистым классистом. Это абсолютно неправда. Ну и пока лидерство захватывает Алмаз Таипов. И рядышком с ним здесь Артем Николаев. Артем Николаев тоже опытный боец. Универсал. Но хотя больше тоже тяготеет к дистанционным дисциплинам. Ванжинский на второй позиции. Пробиться в команду Саше не удалось, к сожалению. На первой этапе Кубка мира отбирался вместе со всеми. Гонялись и Волоси, и в Рованиеме. Но попасть в команду, хотя, в общем-то, его любимая классика вкусома была, Александру не удалось. Призер Олимпийских игр в Ванкувере. Переменный ход. Тот самый подъем длинный. Ванжинскому нужно включаться. Палку, что ли, сломал? Нет, все в порядке, слава богу. Показалось, да, почему-то отталкивается. Только одной. Работает, пошел включаться Сергей Канев. Переменным. У какая чистота великолепная. Перекладывается здесь рядышком. Андрей Власов. Чуть-чуть, чуть-чуть сбивает Алмаз Таипов. Панжинский зацепился. Третьим пока идет. Чистоты почему-то прежние нет. Панжинского. Переменный ход, но сумел нацепиться. Посмотрим, как будет дальше. И пока здесь тоже, обратите внимание, все на мази. Исключительно на мази. Никто на коньковых лыжах на безмазевом варианте не выступает. Небольшой просвет есть. Александр Бессмертных пытается переложиться в лидирующую тройку. Он разглавляет погоню. Панжинский на третьей позиции. Две прямые путевки в следующую стадию. Дальше по времени. Зависит многое еще, естественно, от того, насколько будет быстрый четвертьфинал. Здорово поработали. Раскатились. Великолепно. Панжинский включается одновременными ходами. Выходит. В параллельном курсе встает. Пока чуть впереди. Сергей Канев. Рядышком с ним. Андрей Власов. На внутренний радиус. Великолепно на опыте. Призер олимпийских игр. Панжинский на первую позицию выходит. Дальше зарубаться на прямой позиции. Ух ты, как здорово. Великолепно. Пошли. Пошли работать. И снова никто в лыжню не встает. Панжинский пока чуть впереди. Поглядывает. Поглядывает. И у бессмертных выскакивает буквально. Как чертик из табакерки. О, как здорово. Подключается здесь. И Артем Николаев. И в итоге Панжинский и Николаев дальше идут. Чуть, конечно, взрывного рывка не хватило бессмертно для того, чтобы прямую путевку заработать в следующую стадию. Ну, а Панжинский и Гроссмейстерский. Гроссмейстерский. Такое ощущение, что очень спокойно начал и не чистил, хотя включались там и Власов, и Канев. Но Панжинский на опыте, на внутренний радиус вовремя ушел и спокойно отработал финишную прямую, как это подобает призеру Олимпийских игр. Николаев напрямую также дальше выходит. Ну и, судя по всему, бессмертно четвертый имеет все-таки шанс, если этот четвертьфинал был достаточно быстрым, пройти следующую стадию как Lucky Loser. Следующий четвертьфинал под номером 2. Дмитрий Ростовцев, Никита Ступак, Рифат Сафиулин, Максим Зубцов, Евгений Семяшкин и Егор Каркин. Состав под номером 2. Четвертьфинал следующий. Пайстарт. Так, кто-то там у нас спешит. Евгений Семяшкин, представитель Республики Коми. Вторая подобная же выходка будет караться дисквалификацией. И снять им уже на старте. Решить не нужно. В третьем, в четвертом забеге у нас Парфенов. Павел Виккулин. В пятом Дементьев. Епаров. Анисимов. В пятый, конечно, забег смерти. Пошли, пошли. Одновременно растолкались. Очень неплохо. Итак, Ростовцев, Ступак, Софиулин, Зубцов, Семяшкин, Каркин. Ступак, чемпион России в командном спринте, кстати, в составе вместе с Александром Бессмертных. Который пока четвертый был в предыдущем четвертьфинале. И еще имеет шанс пробиться в следующую стадию, как Лаки Луза. Это бывает очень прилично. Игита Ступак одновременными ходами поработали. Вырывается сейчас, пытается во всяком случае. Евгений Семяшкин на параллельном куске отработать тоже. Сидели. Страна. Отработали первый подъем одновременными. Пошли дальше. Ступак по-прежнему лидирует. Ступак переживает, безусловно. И за события, которые происходят в лили-камере. И невеста Никиты Юлия Белорукова возглавляет генеральную классификацию общего зачета Кубка Мира. И сохранила желтую майку и после первого дня мини-тура в лили-камере. Ну и, конечно, сам тоже Никита рассчитывает вернуться в сборную. Предыдущий сезон готовился. Очень здорово. Но вот всякий раз чуть-чуть чего-то не хватает. И длинные гонки тоже достаточно уверенно бегает. Но, прежде всего, ориентир делает на спринт. Тенденция в последнее время такова, что чистых спринтеров становится все меньше. Все-таки и мировой кубок диктует свои условия. И вообще, в целом, элита мировая. Нужно бегать абсолютно одинаково. И дистанцию, и спринт. Быть универсалом хорошим. Ну и тенденция в национальной команде России такова. Во всяком случае, президент Федерации лыжных гонок России, Елена Вяльбе, придерживается именно ее. И, вероятно, это правильно. Потому что современные лыжи развиваются очень быстро. И чистых спринтеров отдельно готовить. И с точки зрения, наверное, финансов. И с точки зрения общих потенциальных результатов. Готовить очень и очень накладно. Но, тем не менее, тем не менее, те спринтеры, которые есть в составе национальной команды, безусловно, хорошо способны бегать и длинные гонки. И Петухов, который вообще в дистанционной сборной и юниорской под руководством Бородавка готовился не один год. Это и Парфенов, который в свое время на еда покупка мира бегал длинные гонки, длинные эстафеты. И Ступак, и многие-многие другие. Пока Дмитрий Ростовцев очень неплохо. Ростовцев, кстати, тоже еще недавно подопечный Юрий Викторович Бородавка. И на молодежном чемпионате мира в Алматы в 2015 году здорово себя проявлял. Поднимался на подиум, завоевывал медаль. Один из тех, кто, в общем-то, теоретически должен был в любом случае дополнять этот топ-3 спецов Червоткин и Большунов. Но что-то сложилось не так. Возможно, где-то перебрал с нагрузками. Ну, а у Юрий Викторович Бородавка, конечно, нагрузки колоссальны. Если не верить, спросите у Александра Лякова, Евгения Дементьева, у Алексея Бетухова. Те, кто успел в свое время попрыгать с камнями. У Ивана Алыпова тоже в том числе. Ну и, судя по всему, выигрывает этот четвертьфинал Никита Ступак. Максим Зубцов забирает вторую прямую путевку. Четвертый номер Дмитрий Ростовцев еще будет бороться и рассчитывать за попадание в следующую стадию в качестве Лаки Лузера. В четвертом здесь заезжает Рифа Софиулин. Ну, а дальше Семяшкин и Каркин. Вот они, обладатели прямых путевок. Зубцов и Никита Ступак. Те, кто обеспечил себе выход в полуфинал напрямую. Ну и уже рады приветствовать на стартовых позициях участников следующего четвертьфинала. Это третий по счету мужской четвертьфинал. Смирнов, Фролов, Симонов, Кузьмин. На старт! Итак, состав следующего четвертьфинального забега у мужчин. Михаил Смирнов, Владимир Фролов, Алексей Симонов, Андрей Кузнецов, Иван Безматерных и Павел Петров. Пятый, шестой, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцать пятый, двадцать шестой. Состав этого четвертьфинального забега. Забег под номером три, дальше еще два и полуфиналы. Внимание! С раздременными ходами начинают. Пока на данный момент лучший четвертьфинальный забег, это забег Александра Панжинского. Три, тридцать две, двадцать шесть. И, кстати, пока на текущий момент, после трех четвертьфинальных забегов, Александр Бессмертных и Сергей Канев проходят дальше, как лаки лузеры. Ну а вот Дмитрий Ростовцев, увы, пока... Видимо, останавливается на стадии четвертьфиналов. Три, тридцать пять. Это забег Никиты Ступака. Предыдущий, посмотрим, что будет здесь. Смирнов, Фролов, Симонов, Кузнецов, Безматерных и Петров. Пока все вместе работают. Очень неплохо начинают. Ну и, конечно, Александр Панжинский разогнал свой четвертьфинал до заоблачных скоростей. Что касается девушек, еще раз вам напомню, уважаемые друзья. Кристина Мацокина, Ольга Бакуева. Напрямую проходят из первой четвертьфинала Евгения Ощепкова, Ольга Царева. Кстати, да, мы абсолютно были с вами правы, уважаемые друзья. Именно четвертьфинала Ощепкова был самым быстрым. И из него, собственно, Ирина Коваленко и Марина Черноусова двигаются дальше, как лаки-лузеры. Дальше. Ирина Северина, Анна Паваляева. Также в топ-12. Ольга Сергеева, Анастасия Бласова, Анастасия Рябова, Дарья Рогозина. Это участницы полуфиналов у женщин. Смотрим, что будет дальше у мужчин. Это третий забег Симонов-Фролов, Смирнов, Кузнецов-Безматерных и Петров. Еще два четвертьфинала и дальше уже полуфинальная стадия. Пока все вместе, чуть впереди сейчас Смирнов и Фролов работают. Очень хороший результат они показали в квалификации. Номер 16-й. Подтягивается Андрей Кузнецов. Дальше небольшой просвет. И вторую тройку возглавляет Алексей Симонов. Пошел вырабатываться дальше. Еще один небольшой кусочек подъема. Как здорово. С прыжочком буквально взлетает сейчас Михаил Смирнов. Следом за ним Владимир Фролов. Мужчины, да, если, собственно, девушки практически в каждом четвертьфинале отъезжали друг от друга в основном на спусках, то мужчины, если отрываются, во всяком случае пытаются предпринять какие-то подобные действия, это касается, прежде всего, подъема. И просвет еще более серьезный становится после длинного затяжного этого куска. Несколько поворотов и финишная прямая должна быть. Что касается первой тройки, здесь лыжи работают практически у всех одинаково. Раскатываться. Смирнов, Фролов на первой и второй позициях подтягивается Кузнецов. Есть небольшой просвет у двух лидеров. Кузнецову нужно включаться, если рассчитывает на прямую путевку в следующую стадию. Ой, уже есть просвет. Не выбрать его, судя по всему. Сто метров до финиша остается. Выбаливается на параллельную лыжню. Но встает следом сейчас за Фроловым. Но Кузнецову не добраться. И расчет только на то, что если этот четвертьфинал будет хотя бы приблизительно таким же, как у Панжинского. 3.26 приблизительно. Панжинский раскатил. 3.32, кстати, да! Если верить секундам, то этот забег должен быть быстрее. Забег Александра Панжинского. А значит, есть хорошие шансы у Андрея Кузнецова пробиться в следующую стадию. Как лаки-лузер. Так, смотрим, какие у нас будут результаты пока. Но судя по хронометражу, судя по секундам, по времени, которые были показаны, этот забег должен быть быстрее. Ну и вот состав четвертьфинала. Под номером 4. Андрей Парфенов, второй результат в квалификации. Александр Клугин, девятый. Илья Санников, двенадцатый. Сергей Лытнев, девятнадцатый. Александр Рудаков, двадцать второе. Павел Викулин, двадцать девятый. Тоже состав очень крепкий. Здесь и Парфенов, и Клугин, и Санников. Люди, которые неоднократно, естественно, выступали. И очень хорошие результаты показывали на внутрироссийских и международных стартах. Так, посмотрим переменными ходами пока. Очень неплохо Парфенов включается. Раскатил, поработал. Готовился к началу сезона, Андрей очень хорошо. И в Тёю это ехал, в общем-то, безусловно, за хорошими кубковыми очками, что касается Кубка Континентального. И рассчитывает попасть в национальную команду, личную квоту заработать на январский этап. А там уже, может быть, и за эфир. Где-то на горизонте будет морочить, маячить. И, может быть, да, действительно, для Парфенова это будет шанс попасть на чемпионат мира. Пока все очень спокойно. Пока одновременными ходами все работают. Но и, судя по всему, неужели, пока на одновременный не переходит Парфенов, неужели у него ставка на дабл-полинг? Любопытно. Кстати, что интересно, по классике, классический спринт у него не очень получился в вершине Чои. Это первый этап Кубка Восточной Европы. И, вероятно, выводы какие-то Андрей сделал после этого, потому что многие работали на одних руках, а вот именно те, кто работал переменными ходами, получалось очень и очень тяжело, во всяком случае. И тот же Парфенов, который переменный ход и мазевый вариант избрал, в итоге побороться даже за финал не сумел. Пока на данный момент, и обратите внимание, только на спуске уже он отъезжает на сколько от своих соперников. Поработал, да, и продолжает. Неужели пока он в этом, судя по всему, четвертьфинале, если не среди всех? Нет переменной хода, только сейчас включается Андрей. Пока лидирует. И вот он, этот подъем, очень хорошая частота. У Парфенова подключаются остальные рядышком. Александр Рудаков, номер 22-й, меняет лыжню Парфенов, следом за ним остальные. И Санников встает на пятки ему. Рядышком, рядышком все Рудаков. Парфенов, Клугин, Санников, Лыднев, Викулин. Пока топ-5 здесь сохраняется. Ну и, судя по всему, чуть выпадает номер 29-й, Павел Викулин. Пока Парфенов на первой позиции. Небольшой просвет создает. Себе участник чемпионатов мира, чемпион России 2015-го года в коньковом спринте. Парфенов одинаково бежит, в общем-то, ровно бежит. И классический коньковый спринт. Если с мазью, с лыжами полный порядок у него, то способен выдать такой взрыв на финише, что подобраться к нему практически невозможно. И снова обратите внимание. Снова здесь, только на спуске. Создает себе солидное преимущество. Выводы сделал очень правильные. После Кубка Восточной Европы Андрей Парфенов и вариант хоть и мазьевый, но тем не менее. Прежде всего, ориентир на скольжение. У Андрея Парфенова есть возможность немножко подышать, отдохнуть. Подтягиваются остальные. Илья Санников должен заезжать в вторые. Ну и подышал здесь, да. Успокоился, сэкономился на последних метрах. 3.36. Примерно такое время у этого забега. Не самый быстрый он. Ну а что касается... Да, кстати, забег Смирнова, Фролова, Кузнецова, Петрова был просто колоссально быстрым. Просто невероятно. Они привезли всем остальным. По Анжинскому около 5 секунд. На километре и 300 метрах, друзья, это очень много. Поэтому очень быстрый. Пока Кузнецов, Петров, Смирнов, Фролов из третьего четвертьфинала двигаются дальше. Кузнецов и Петров как лаки лузеры. Парфенов-Клугин, Парфенов-Санников идут дальше напрямую. Ну и, собственно, забег под номером 5. Илья Прошкин, Артур Петров, Евгений Дементьев, Владимир Каркин, Дмитрий Епаров и Иван Анисимов. Очень крепкий четвертьфинал. Самый сильный, если хотите. Ну и любимый номер получает, собственно, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Если вы помните его замечательный финиш в Турине, в Скиатлоне, тогда еще Дуатлон называлась эта гонка, у Дементьева был под 13-м номером. Но здесь 13-й номер он получил, поскольку 13-й был в квалификации. Продолжает олимпийский чемпион докатывать свою карьеру. Выступает он, кстати, и на длинных марафонских гонках. Ну и пытается обратить внимание, тоже добирать форму в Кубках России. Молодец, правильно делает. И в летнем сезоне олимпийский чемпион здорово себя проявлял на роллерных стартах. Ну и, естественно, в Кантамансийске на этапе Кубка мира роллерном тоже не мог не поучаствовать. Ну а что касается финала роллерного кубка, Дементьев там был великолепен и неоднократно поднимался на путь. Олимпийский чемпион. Пока тоже на одних руках работает. Небольшой пошел здесь торчочек, небольшой градиент, не самый серьезный, но пока справляются с ним и не подключают переменные хода. Олимпийский чемпион Евгений Дементьев пока замыкает эту шестерку. Иван Анисимов, номер 28-й, тоже пока рядышком, номер 23-й. Дмитрий Епаров, призер Олимпийских игр, сочинских в эстафете. Бессмертных Епаров, Легков, Валикжанин, состав великолепный. Тогда из того состава продолжают бодаться, продолжают соревноваться на самом высоком уровне трое. Это, собственно, Епаров, Бессмертных и Валикжанин. Александр Легков карьеру завершил. Олимпийский чемпион в марафоне. Включается Илья Прошкин. Здорово! Включается вот этот подъем. Кто поддержит? Дмитрий Епаров пока. Епаров, кстати, в лучшие годы, собственно, и в лучшей форме. И классические спринты. Великолепно бегал. И все мы прекрасно помним предолимпийскую неделю в Сочи, где вместе с Максимом Баликжанином. Командный спринт. Они выигрывали. Это было и, кстати, тоже на Кубке России, которые были тестовыми соревнованиями к Олимпийским играм в Сочи в 2013 году. В 2012 году. И Паров тогда чувствовал себя просто превосходно. Действительно, вот этот вот дистанционный, если хотите, спринт, где затяжные есть подъемы, где достаточно непростой круг. А именно такой был в Сочи Епаров готов был поддержать вот этот хороший ритм, хороший темп. Аккаунт четвертым идет. Чуть впереди сейчас Илья Прошкин. Демезиев пока замыкает эту шестерку. Переложился, да, на пятую позицию сейчас. Артур Петров. Ой, как здорово работают лыжи. Просто невероятно. Это Иван Анисимов. И смотрите, как он сэкономился. Это фантастика. И только за счет скольжения лыж. Анисимов сейчас выбирается на первую позицию. Прошкин работал и на подъеме работал. И вынужден был раньше вставать, отталкиваться одновременными ходами после спуска. И только за счет хорошего подъема. Прошкин может себе сейчас добыть вторую путевку прямой. Демезиев. Посновато включился олимпийский чемпион. Но может быть разгонят свой четвертьфинал Анисимов быстрее. Здорово. Прошкин заслужил победу в этом четвертьфинале. Правда, неэкономно возможно. Чувствовал, может быть, дыхание олимпийского чемпиона сзади. Демезиев третий. Неплохо. Анисимов второй. Прямую путевку тоже в следующую стадию зарабатывает. Лучший, напомню, четвертьфинал под номером 3-3-27-42. Михаил Смирнов его выигрывает. Евгений Дементьев, отставание примерно полсекунды, 58 сотых. На третьей позиции Артур. Финал у мужчин. Прошкин, Анисимов напрямую. Дементьев, Евгений, олимпийский чемпион, увы, не проходит. Поскольку 3-32-68, время этого четвертьфинала. Дальше напрямую проходит в качестве лаки-лузера. Кузнецов и Петров. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Ну и ждем уже полуфиналов у женщин. Составы прямо сейчас. Итак, первый полуфинальный забег. Кристина Мацокина, Ольга Царева, Ирина Северина, Ольга Вакуева, Евгения Ощепкова, Марина Черноусова. Второй полуфинал. Ольга Сергеева, Анастасия Рябова, Ирина Коваленко, Дарья Рогозина, Анастасия Власова, Анна Поваляевна. Итак, номер 17. Марина Черноусова. В хорошем настроении, а правильно? Правильно. Холодно. Ну а как еще греться? Нужно только показывать хорошие результаты. Безусловно. Итак, первый полуфинал на сегодня. Кристина Мацокина, Ольга Царева. Царева, кстати, лидер континентального кубка. Пока именно она имеет хорошие и лучшие шансы для того, чтобы в январе попасть на Кубок Мира. Личную путевку, личную квоту заработать. Но это после первого этапа Кубка Восточной Европы. А именно континентального кубка, если Красногорская лыжня. Со снегом пока вроде бы в Москве полный порядок. И в Московской области еще бы чуть подсыпать. Я думаю, что должно быть в принципе в полном порядке. В этом отношении. Поэтому... Поэтому да. Поэтому посмотрим. Егору Сорину огромное спасибо. Его спортсмены, в общем-то, сегодня, да, тоже себя проявляют великолепно. И наверняка переживают сейчас за Кристину Мацокину. И зоны переменного хода, да, безусловно, здесь есть. В общем-то, этих зон почему-то не оказалось на Кубке Восточной Европы. И Андрей Парфенов тоже по этому поводу действительно переживал сильно. Потому что борьба с даблполингом продолжается и на международных стартах, и на внутрироссийских, безусловно. Качество, качество переменного классического хода, оно должно сохраняться, безусловно. Ну и пока впереди, чуть впереди сейчас. Мацокина и рядышком Ирина Северина. Евгения Щепкова. Здорово, здорово поработали здесь, как задувает, конечно. Очень приличный ветер там. Щепкова чуть-чуть здесь закопалась. Мацокина. Северина. Небольшое преимущество. Просеивают сейчас эту группу. Мацокина и Северина зацепилась за этот же кусок. Ольга Царева в хорошей форме на старте сезона находится. Еще раз повторюсь, лидер континентального кубка. Не расстолкалась одновременными ходами. Крепкая база, заложенная Егором Сориным, видна невооруженным глазом. Мацокина. Чуть впереди. На второй позиции Ольга Царева и Ирина Северина. Подтягиваются остальные. Евгения Щепкова. Скольжение было в четвертфинале у Щепкова просто превосходное. Может быть, на этом спуске снова удастся ей подтянуться, подкатить к лидерам. И, видимо, это прямо сейчас и происходит. Мацокина тоже лыжа работает неплохо. Неплохо. Северина четвертая, Ощепкова четвертая, Северина пока третья. Ну и с учетом того, как, в общем-то, предыдущий четвертьфинал разгонялся, и Мацокина, и Царева. Может быть, может быть, в этом полуфинале будут хорошие скорости. И нужно в любом случае включаться, бороться, я имею в виду, и, безусловно, Ощепкову и Северину рассчитывать на попадание в следующую стадию, как Лаки Лузера. Чуть-чуть сбавили, безусловно, и Мацокина, и Царева, дабы атакнуть перед финалом. Прямые путевки именно у них. Порядка 3.42-4.43, наверное. Вот так вот. Время этого четвертфинала, полуфинала. Мацокина пока никому абсолютно не дает, никого не подпускает. Следующий полуфинал. Ольга Сергеева, Анастасия Рябова, Ирина Коваленко, Дарья Рогозина, Анастасия Власова и Анна Поваляева. Стадион «Радуга», Академия зимних видов спорта, один из главных объектов Всемирной универсиады 2019 года. Пока напрямую в финале. Христина Мацокина и Ольга Царева. Итак, готово все для старта. Полуфинала под номером 2. Ольга Сергеева, Анастасия Рябова, Ирина Коваленко, Дарья Рогозина, Анастасия Власова и Анна Поваляева. Лучше стартовую поляну пока проходит Анастасия Рябова. Квалификация была очень хорошая. Ольга Сергеева тоже, кстати, неплохой результат показала. Второй, собственно, после Кристины Мацокиной. Стартовую поляну пока отработали все вместе. Все в порядке. Опытный специалист. С точки зрения техники Егор Сорин наверняка бы сделал некоторые поправки Анастасии Рябовой с точки зрения работы Дабл-Польным одновременными ходами. Чуть немного скручены плечи. Посвободнее, безусловно. Но пока она на первой позиции. Какой с нее, собственно, спрос. Да, работает очень неплохо. Ольга Сергеева на второй позиции. Все вместе? Пока все вместе. Одновременный ход пока перешли. Ну и только Ольга Сергеева. И то вынуждена была вместиться в лыжню. Еще раз повторюсь, пока стараются работать девушки без... Использование специальной колеи. Только между лыжнями встают. Первый подъем небольшой отработали. Дальше выполаживание. И снова пошли на переменный код. Включается Ольга Сергеева. Рядышком здесь же Анастасия Власова. Поддерживает эту атаку Анастасия Рябова. Небольшой просвет себе первая тройка создает. Чуть дальше остальные. Поваляева. Дальше. Ирина Коваленко. Ну и Дарья Рогозина. Тоже обратите внимание, какого серьезного проката нет абсолютно ни у кого. Достаточно частый ход. Переменный. И вот только сейчас включается одновременным Ольга Сергеева. Сэкономилась Анастасия Власова. Здорово. Переменный ход. Держание хорошее. И только за этот подъем создают себе просвет метров 30, наверное. Анна Поваляева пытается переключиться. Переложиться к лидерам. Но сделать это очень непросто. Ирина Коваленко отстает еще дальше. Ну и замыкает этот полуфинал Дарья Рогозина. И судя по всему, все-таки первый полуфинал будет быстрее. Шансы у Евгения Ощепкова и Ирины Севериной пройти дальше очень хорошие. Посмотрим, на самом деле, как будет. Пока впереди Сергеева, Рябова и Власова. Власова возглавляет этот полуфинал. Спокойно. Да, поработали. Раскатили здесь. Посидеть нужно тоже. И обратите внимание, насколько реже толкается Анастасия Рябова. Пока, судя по всему, в по всяком случае, визуально контролирует ситуацию Рябова. Но на внутреннем радиусе оказывается Власова и на внутреннем радиусе Ольга Сергеева. Еще один подобный же поворот. Закроет ли здесь калитку сейчас Рябова перед Сергеевой? Нет. Работают на первую прямую, на последнюю. Да, прямую на 100 метров выходят все вместе. Чуть впереди сейчас. Анастасия Власова включается Анастасия Рябова и пытается, пытается выцарапать прямую путевку Ольга Сергеева. Отстоит ли Рябова? Судя по всему, да. Ботинок, но буквально все-таки выигрывает. 3.40. Это время первого полуфинала. 3.40.35 у Христины под Мацокиной. Ну а этот полуфинал был медленнее. Это значит, что Мацокина, Царева, Ощепкова и Северина, судя по всему, двигаются дальше. Следующую стадию соревнований. Буквально в одной секунде друг от друга. Поехали, первый полуфинал. У мужчин Александр Панжинский, обладатель лучшего времени. В четвертьфиналах его четвертьфинал был самый быстрый. Но это при том, что визуально Александр практически сил-то не затратил. Очень грамотно разложился по ходу всего круга. Первую половину отработал где-то вторым-третьим, контролируя ситуацию головки группы. И падение у нас сразу же. Но это в начале есть возможность вернуться в группу. Максим Зубцов, номер 17-й, падает. Михаил Смирнов возглавляет. И сразу попытка тоже туда же вернуться в эту группу. Более сейчас небольшое выполаживание и подспуск. Можно это сделать. Или на подъеме уже. Амжинский на второй позиции. Максимально, где это возможно. На одних руках стараются работать ребята. Ну а там уже, безусловно, где зона переменного хода, там никуда не деться. Не отвертишься. Приходится перекладываться на переменные. Это, безусловно, будет возможность подобная. Исключительно всю дистанцию это работали бы одновременными ходами на одних руках. Это было в Тёе. В классическом спринте. И по скольжению, и в финалах, особенно, у девушек это было видно. Колоссальное преимущество дает классная работа лыж. Амжинский на второй позиции. Следом за Михаилом Смирновым. Ступак рядышком. Большой просвет есть, но должен переложиться к Амжинскому сейчас. Следом за ним рядышком. Пошли, пошли работать. Подтянулись все вроде бы в группу. Снова собрались. Только вывалился здесь Максим Зубцов. Но я напомню, он упал буквально после стартовой поляны. Сразу же. Номер 26. Павел Петров. Пока топ-5. Пытается вернуться на этом подъеме в основную группу Максим Зубцов. И примерно в том же стиле такую же тактику. Использует Александр Панжинский. Вперед не идет. Четко все контролирует. Впереди Михаил Смирнов лидирует и позволяет ему это делать Панжинский. Ступак на третьей позиции. Ну ибо небольшой просвет себе уже первая четверка создает и относительно Павла Петрова. Лыжи работают здорово у Панжинского. Подготовка великолепная. Ступак на третьей позиции. Артем Николаев рядышком. И вот только сейчас на параллельную лыжню выходит Панжинский. Ступак следом за ним. Прекрасно понимает, что сейчас должен выходить вперед Александр. Это и делает он. Контролирует ситуацию. А внутренний радиус сваливается. На второй позиции пока Михаил Смирнов. Николаев включается. Ступак. Еще один поворот. Финишная прямая. Последние 100 метров. И выбираться, выбираться Ступаку нужно. С четвертой позиции Николаев рядышком. Но на пятках сидит у Александра Панжинского. Панжинский все контролирует. Должен быть в финале. Призер Олимпийских игр. И Николаев. Ай да умница. Здесь, конечно, разножку ему сделать было невозможно, потому что в пятки упирался Панжинскому. Но, судя по всему, и без этого вторым он заезжает. И должен быть полуфинал достаточно быстрым. И, кстати, тоже расчет, в общем-то, у того же Ступака на Лакиллузер очень серьезный. Выбирался, выбирался. Как мог Ступак. И третьим должен он здесь быть, судя по всему. Хватило ему метров, чтобы обойти Смирнова. Но Николаев... Да, Николаев был вторым. И здесь подобраться к нему было невозможно. Ну и, конечно, сработал спину. С учетом ветровых показателей там в Красноярске. Опытный Николаев сделал все правильно. Состав полуфинала под номером два. Андрей Парфенов, Илья Порошкин, Владимир Фролов, Илья Санников, Андрей Кузнецов и Иван Анисимов. Ну, я благодарен Егору Сорину за информацию, которую он периодически предоставляет, за подготовку к репортажу. И вот любопытная информация. Парфенов никогда до этого сезона в пролог вообще не проходил. Сейчас третий в квалификации, на секундочку, был. В прошлом году 75-й в прологе. Вот так. Внимание было! Просто невероятно! Прекращается! На старт! Любопытная история. Ардашева накануне не заявили. Это еще один подопечный. Вице-лидер континентального кубка, подопечный Сорина. И сегодня бежал пролог последним. Секунду, друзья, секунду! Это для спринта просто трамвайная остановка он выиграл у Панжинского. Панжинский выиграл квалификацию. У него лучший результат. Но пока почему-то... Ну и, собственно, вообще до забегов Ардашева не допустили. Видимо, потому что накануне не заявился. Не знаю. Егор, какие-то подробности нужны. Обращаюсь я к Егору Сорину. Ну а пока что касается второго полуфинала. Здесь все спокойно. И Андрей Парфенов. Один из фаворитов, безусловно. Текущего забега. Иван Анисимов тоже чемпион России. И, кстати, вице-чемпион страны в том же самом 15-м году. Парфенов тогда конек выиграл. Анисимов был вторым. Зарубались в финале на финише. Парфенов был лучше. Тот сезон, конечно, Парфенов был просто потрясающий. Пока Фролов лидирует номер 6-й, номер 12-й. Здесь Илья Санников. Вторую вереницу участников возглавляет. Парфенов на второй позиции. И тоже одновременными ходами. Май здесь, скорее всего, так. Безусловно, для... Для вида больше всего. И чтобы отработать вот эти положенные зоны переменного хода. Где есть возможность, все на одних руках. Скольжение неплохое, несмотря на мороз. И скольжение сегодня ключевой фактор, безусловно. Продолжает лидировать Владимир Фролов. Андрей Парфенов на второй позиции. Пошел Илья Порошкин. Порошкин. Просто невероятно. Какая чистота феноменальная. Человек, который до этого не попадал. Не то что... В топ-60, в топ-50, в топ-30, естественно. Квалификацию не проходил. Сейчас третий был в квалификации. Четвертьфинал. Выцарапал буквально на последних метрах. И сейчас продолжает лидировать. Параллельно с Парфеновым. Кытается Фролов. Не пустить. Просеяли очень серьезно группу. И прежде всего это Порошкин сделал. Умница. Порошкин. Выболился из лыжни. Правильно. Просеяли. Андрей Кузнецов зацепился здесь. Просеяли очень прилично группу. Ну и, судя по всему, Иван Анисимов тоже выпадает из этой группы. Работает вираж. Подсказывают тренеры. На внутренний свалился Парфенов. И за счет этого вываливается на вторую позицию. Выкатывает сейчас. И здорово, как работают лыжи у Парфенова. Работу над ошибками. Опытнейший спортсмен провел. Действительно великолепную. И участник чемпионата мира далекого 2009 года. В командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Они тогда чуть-чуть буквально не добрались до подиума. Как обидно тогда было. Никита только начинал свой путь. Великолепный, грандиозный. Король спринта. Профессор спринта. Но вот Андрей Парфенов с переменным успехом. Пытается тоже сейчас, конечно, отобраться и за Эфель. Парфенов на финишной прямой. И здесь же Порошкин. Прямые путевки у Порошкина и у Парфенова абсолютно точно. Смотрим. Время. Ух ты, какой быстрый получается у нас этот полуфинал. А значит и третий, и четвертый результаты. Соответственно, имеют хорошие шансы пройти напрямую. Панжинский, Николаев, Аутубы, Никита Ступак и Михаил Смирнов, скорее всего, останутся за пределами лучшей шестерки. И в финал не попадут. Сейчас, конечно, скорейшее восстановление, скорейшие процедуры. У кого-то массаж, у кого-то просто согреться, подкрепиться. Каждый восстанавливается, конечно, по-разному. Мы представляем вам состав. Итак, финал. У нас впереди финалы. И вы видите, вот там вот вдалеке шестерка лучших. Да, вот, собственно, они как раз таки направляются в район стартовых позиций. У нас будет возможность поддержать их аплодисментами. И давайте смотреть. Еще раз вам напомню состав финального забега у девушек. Кристина Мацокина, Анастасия Рябова, Ольга Царева, Ирина Северина, Анастасия Власова, Евгения Ощепкова. Лучшая шестерка по итогам четвертьфиналов, полуфиналов, ну и, естественно, квалификации, которая была накануне. Вот, собственно, те девушки, которые пробились в главный забег дня. Что касается мужчин, еще раз. Полуфиналы. Итак, да, действительно, Парфенов, Порошкин, Кузнецов, Фролов. Второй полуфинал был быстрее. Панжинский, Николаев из первого полуфинала двигаются дальше. Итак, Панжинский, Парфенов, Порошкин, Фролов, Кузнецов, Николаев. Это состав главного забега дня у мужчин. Возвращаемся к прекрасным дамам. Все готово для того, чтобы они промежали свой главный забег. Финал. Ну и, конечно, здесь тоже заруба будет очень приличная, безусловно, потому что и Ольга Царева здесь, и Христина Мацокина. Постепенно набирающая форму Мацокина, кстати, в финале конькового спринта. Точнее, не добралась до него совсем чуть-чуть. В полуфинале остановилась в дороге. Седьмой результат, показала Христина. Вот что касается результатов спринта классического. Я имею в виду, Тея, опять же, и континентальный кубок. Христина была шестой. В финале, до финала добровась. Выиграла там как раз-таки Царева. Аида Боязитова еще одна спортсменка из группы Сорина. Второй была. Кучерук третья. Полина Кальцина четвертая. Анастасия Мацокина пятая. Ну и вот как раз-таки Ацокина шестая. Ну а сейчас очень хорошо, готова. И судя по всему, судя по тому, как она здорово прошла все абсолютно стадии, готова для того, чтобы как минимум на подиум подняться. А может быть и выиграть, кто знает. Анастасия Власова номер девятый. На ваших экранах прямо сейчас. Ну и вот, собственно, лидер. Лидер абсолютный. И квалификацию выиграла Кристина Мацокина. Уверенно провела четвертьфинал. Уверенно полуфинал. Николай Панкрадов. Призер чемпионата мира. Тоже подсказывает, помогает. Последние наставления, последние слова. И номер третий Анастасия Рябова. Номер четырнадцатый Евгения Щепкова. Лыжи работали просто превосходно у Евгении на предыдущих стадиях. И, конечно, многое. Очень многое в сегодняшних гонках спринтовских зависит именно от скольжения. Спуск затяжной длинный. Ну и подъемы не самые крутые. Где тоже, если бы, конечно, не зоны переменного хода, безусловно, многие работали бы дабл-полингом. Абсолютно точно. Ну и понеслась главный забег дня у женщин на сегодня. Еще раз, друзья, представлю вам состав. Кристина Мацокина номер первый, Анастасия Рябова номер третий, Ольга Царева номер четвертый, Ирина Северина номер пятый, Анастасия Власова номер девятый, Евгения Щепкова номер четырнадцатый. Мацокина пока на первой позиции. Очень уверенно работает одновременным ходом. Царева рядышком. Не поддерживает пока следом за Мацокиной Анастасией Власова. Столкались после стартовой поляны. Небольшое выполаживание под спуск посидели. Просвет небольшой создают себе сейчас лидеры. Власова здорово идет. Мацокина и Царева. Подтянулись, как только начался подъем. И до последнего, обратите внимание, насколько это возможно, Мацокина дабл-поллингом. Одновременными ходами. Здорово идет. Власова уже напеременной переключилась. Этот поворот отработало. Вроде бы рядышком, да, здесь? Казалось бы. Но переложиться не удается. Анастасия Рябова номер третий. Только вот на подъеме. Пошли, 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 пошли. Ух, как здорово. Очень мощно Мацокина идет. И если Царева и Мласова уже переключились на переменный ход, только здесь вот включается Мацокина. Очень здорово. Очень здорово готово. Собрались снова на этом подъеме все вместе. Ирина Северина пытается тоже каким-то образом поменять лыжню, найти наиболее подходящую для себя. Переложиться туда. Поработать. Еще, еще, еще. Раскатить, да. Включает одновременный одношажный. И снова пошла загружать спину на полную катушку. Царева на второй позиции. Рябова чуть-чуть ловит просвет. Скорость, которую задает Мацокина, выдержать очень непросто. Зацепилась вроде бы за первую тройку. Анастасия Рябова рядышком. Старается во всяком случае это сделать. Анастасия Рябова на пятой позиции. Власова. Ащепкова чуть-чуть вываливается постепенно из этого финала. Да, она пока на пятой позиции. И замыкает этот финал Ирина Северина. Мацокина на первой позиции. С первых до последних метров лидирует. Приятный спуск. Лыжи здорово работают. Может быть, кто-то здесь подберется. Во всяком случае, Ащепкова точно должна близко быть и очень плотно к четвертому номеру. Так, здорово. В спину сработала Анастасия Рябова, тезки Власовой, Мацокина на первом месте. И пока вот, во всяком случае, визуально. Царева бережется. Есть у нее резерв, запас для того, чтобы включиться на финишной прямой. Посмотрим, что на самом деле будет. Поворот, еще один поворот. И там также 100 метров остается. Судя по всему, судьба. Первых двух мест решена. Вопрос, кто будет на первой, кто на второй позиции. Царева выходит параллельным курсом. Мацокина включается. Царева пошла. Победительница спринта в Тёе. Одновременно включается. Еще добавляет частоту. Мацокина вроде бы идет лучше. С точки зрения работы и частоты чистит. Но Царева, судя по всему, полбатинка, но выцарапывает. Крамотно, очень четко, как в Тёе. Также Ольга Царева одерживает, судя по всему, победу. Хотелось бы посмотреть повтор с боковой камеры. Но судя по тому, насколько уверенно. Ну, себе Ольга. Она, видимо, держивает победу. Действительно. Ну, а Христина Мацокина мы ее поздравляем. Великолепно прошла весь путь сегодняшнего дня. Да, действительно. Полботинка. Около того. Ботинок, полботинка. Выигрывает. На опыте спокойно. Поэтому абсолютно логично. Царева одерживает победу. На шесть соток секунды. Под номером двадцать. Номер двадцатый Артем Николаев. Представляем финальный забег у мужчин. Под номером два Андрей Парфенов. Андрей Парфенов стартует под номером два. Ваши спорезы. Тоже в предыдущие два сезона в поисках постоянных находился. И состояние своего, и специалиста необходим. Александр Панжинский, призер Олимпийских игр. Номер первый победитель квалификации. Официальный победитель квалификации. Готов. Готов. Видно, что Илья Порошкин готов. Хорошо. Но это приятно. Вот это вот, знаете, это стиль в целом восприятия, да, лыжной ситуации. В целом того, что ты находишься в такой вот лыжной тусовке, да, в правильной лыжной тусовке. Улыбка. И прежде всего получание, ну, действительно, такое вот хорошее удовольствие. Это вот стиль, безусловно, Маркуса Крадера. На старт! Это чувствуется абсолютно. И, безусловно, главная задача от тренировок, понятно, что нужен результат. Внимание! Нужна хорошая работа. Но прежде всего, чтобы они не были в тягость. Не была в тягость работа на соревнованиях. И сами старт. И у Порошкина абсолютно с этим полный порядок. Поехали! Поехали! Как здорово. Сразу же здесь включаются. Николаева, что же с работы лыж-то? Я только за стартовую поляну. Он потерял порядка пяти метров относительно своих конкурентов. Вот это да. Ой, как же на таком скольжении-то здесь бороться. С Парфенов лидирует Порошкин. Панджинский. Может быть, сейчас мы увидим знаменитый переменный ход Панджинского на подъеме. Потому что у него спринтеры-то в соперниках очень яркие. Это и Порошкин, и Парфенов. Если зарубаться на финишной прямой, у них преимущество должно быть. Они более резкие, более мощные. По скольжению вроде бы тоже полный порядок. И у того, и у другого. Пошел сразу включаться на полную катушку Парфенов. Порошкин третьим уйдет. Панджинский на второй позиции. Владимир Фролов рядышком. Пока все вместе идут. Кузнецов, Николаев. Тоже пытается переложиться. Ликвидировать просвет, который получил только на стартовой поляне. Невероятно. Парфенов. В одних руках продолжает тащить на себе эту группу. Николаев вроде бы вернулся. Вернулся. Молодец. Владимир Фролов. Перед ним оказался Парфенов. Панджинский. Порошкин. Топ-3 пока на текущий момент. Онлайн. Следом за ними Андрей Кузнецов, Владимир Фролов и Артем Николаев. Максимально каждый метр этой дистанции Парфенов использует для того, чтобы где-то добавить два положенных шайба. Шага свободным стилем, естественно, переложился из лыжни в лыжнёй и дальше пошёл. Переменный ход очень спокойно идёт Панджинский. Очень кроссмейстерский. Такое ощущение, что вообще не дышит. И гораздо чаще работает Парфенов. Панджинский переменным очень спокойно в своём стиле и, правда, с таким запасом, во всяком случае, визуально. Что вот если сейчас по щелчу скажи ему включится, он включится и такой просвет создаст. А Рошкин вторым-третьим на внутреннем радиусе. Парфенов по-прежнему её спереди лидирует. Кузнецов чуть просвет небольшой есть. И ещё больше. Около пяти метров ловят Фролов и Николаев. Посмотрим, что на спуске, как работают лыжи. Можно будет сравнить. Спину сработал и более тяжёлый Панджинский. Панджинский, но и, судя по тому, что весь основной воздушный поток на себя принимает Парфенов, лыжи-то у него очень здорово работают. И обратите внимание, несмотря на то, что в некой вакууме сидит Панджинский, он не подкатывает ни на йоту абсолютно к Парфенову. Вываливается на другую лыжню. И сейчас пытается занять внутренний коридор Панджинский, дабы не пустить туда Парфенова. Это дело и знает Александр на первую прямую. Нужно вытекать, безусловно, выкатывать на первой позиции. Вот так, спокойно, без падений. Парфенов на второй позиции, Порошкин третий. Занимает коридор параллельный. Парфенов перед ним. И пошли чистить. Парфенов или Панджинский? Вот это да! Панджинский, откуда спринт-то такой появился? Порошкин будет ли вторым? И разножка. Невероятно! Айда, Саша Панджинский! Айда, умница! Просто невероятная. Ну и, судя по всему, вот эта вот форма, на которую он рассчитывал... Привет, Аня! Привет, привет, супруги! Привет сыну! Безусловно, это нужно. И поздравляем Сашу. Молодец, правда, правда. Может быть, вот эта форма, на которую он рассчитывал... Вкусума, если бы отобрался, либо на отборах, она пришла сейчас. Потому что, ну, правда, настолько ровно, настолько мощно. И не понадобилось, собственно, ему убегать. Спокойно отработал в подъем и переменным ходом внутренний радиус занял на поворотах. Все четко с точки зрения тактики. И на финише даже никто не приблизился к нему в чистоте. Очень здорово. Поздравляем Александра Панджинского с победой! Ну и, да, судя по всему, Илья Порошкин должен быть пока на текущий момент в Парфенов. На второй позиции Порошкин третий. Хотелось бы увидеть еще финишную прямую и финишный кусок. И с боковой камеры, насколько там разножка была в пользу Парфенова. Очень спокойно. Вот, обратите внимание, Порошкин. Включается и Парфенов. Работал абсолютно весь забег на первой позиции. Лыжи у него здорово работали. Но Панджинский очень здорово сработает здесь. Четко абсолютно. Вот он спокойно раскатил. Переменный ход свой любимый. И частота, которую пытался здесь выдать, конечно, и Парфенов. Вот они как раз-таки, да, внутренний радиус. Может быть, если бы заходил первым Парфенов. Может быть. Но я думаю, что форма, которая сейчас есть у Панджинского, и будь он даже вторым, выкатывая на эту финишную прямую, он бы, возможно, выцарапал. Победу в любом случае. Такое ощущение, что, правда, практически не устал. Да, абсолютно точно. Парфенов второй, Илья Порошкин третий. Ну что ж, уважаемые друзья, на этом наша трансляция подошла к концу. Завтра обязательно включайтесь на разделках. Никита Крюков будет работать вместе со мной. Меня зовут Андрей Романов. Спасибо за внимание. Счастливо. Продолжение следует...